Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Зиновия Шедловская. Добрый вечер! Представлюсь, если кто-то меня не знает. Я биогеограф, биогеронтолог, герокосметолог, волеолог с 40-летним опытом работы в превентивной медицине, член геронтологического общества РАН. Сегодня у нас с вами очень интересная тема, которая касается старения кожи. Слоны почему-то не переживают по поводу тысяч морщин на своей коже, на своей поверхности и множественных складок. Люди очень сильно переживают, особенно с годами и особенно женщины, хотя мужчины тоже, конечно, обращают на это внимание, безусловно. Если на лице образуется хотя бы одна морщинка, она уже повергает некоторых в панику. И, конечно, это происходит где-то после тысячи лет. Будьте добры, там кто у нас со звуком? Вот, выключить. Выключила звук так, не мешала. Кто-то еще со звуком? Выключите, пожалуйста, все звук. Хорошо. У кого? Вас почему-то не видно. Цветок только видно. Вас не видно. Меня и не будет видно. Я вам презентацию организую. Вы презентацию мою видите? Да, презентацию видим. Ну, все отлично. Я вам не нужна для этого. Спасибо. Главное, чтобы был голос. Хорошо, спасибо. Итак, у людей все иначе. После 30 первые сигналы – это мимические морщины. Иногда, конечно, они появляются и в более молодом возрасте. Что может быть причиной? Ну, наиболее частые причины нам известны. Это и воздействие ветра, яркого солнца. Они заставляют нас жмуриться. Иногда занятия спортом, когда тоже зажмуриваем глаза, например, парусный спорт на воде или парашютный, дельдопланиризм и что-то в этом духе. У мужчин это автогонки. Но потом добавляются и другие причины. Например, если протезируем зубы, то уже меняется овал лица и тоже могут появиться какие-то морщины. Не дай бог, если возникает паралич лицевых нервов. Безусловно, он приводит к каким-то дополнительным и складкам, и морщинам на лице. Но, кстати, даже переход на новый язык при переезде в новую страну или при длительном пребывании в других странах тоже вызывает старение в том смысле, что появляются мимические морщины. Меняется артикуляция, кожа меняет свои складки. Привычные механизмы уже не работают, потому что хроническое мышечное напряжение заламывает кожу. И организм начинает в этом месте производить рубцовую ткань. Что такое рубцовая ткань? Это грубый коллаген. Он усиливает кожные складки. И поэтому в глубине складок, то есть чем глубже становится залом и складка в связи с плохим кровоснабжением, тем сильнее вот это вот искажение. И возникает атрофия. Интересно, что на фоне паралича части мимических морщин с помощью ботокса активируется параллельная мимика, потому что ботокс, он убивает практически природную мимику. Лицо замирает, можно сказать. И человек все равно выражает как-то свои эмоции. Вот возникают параллельные морщинки мимические, новые. Например, если человек не может прижмурить глаза, когда он смеется, задействована в этом круговая мышца глаза, то возникает тогда другая привычка. Какая? Мы морщим спинку носа по тем же самым поводам. Потому что когда мы улыбаемся, уже улыбки фактически нет, но мимика вот таким образом меняется. Но мимические морщины – это еще не повод сильно огорчаться, когда не настигает нас возраст. Но с годами пусковым механизмом образования морщин является атрофия кожная, то есть нарушение кровообращения и питания самой и кожи, и подкожно-жировой клетчатки, и мышц. Кроме того, образуется недостаток влаги, и он, конечно, негативно влияет на качество коллагеновых волокон. И это тоже ведет к дряблости и потере четкости контуров лица и к образованию глубоких заломов. И это уже дермальные морщины. Иногда лицо выглядит совсем печально, как печеное яблоко. И к появлению такого рода морщин, которые мы часто называем старческими, предрасположены не только пожилые люди. Этим могут страдать те, у кого от природы кожа тонкая и сухая. Вот скажите, пожалуйста, какие факторы, обезвоживающие кожу, ускоряют и усиливают появление старческих морщин? Что вы об этом знаете? Как вы думаете? Есть желающие поделиться? Думаю, что солнышко очень вредное. Ну, да. Но солнышко – это у нас в основном мимические морщины. А вот к возрастным морщинам что относится? Уход за кожей, конечно, крема. Правильный уход. Да, да. А поведенческие какие привычки? Воды нужно больше пить. Да. Курение приводит к таким морщинам. Да. Молодцы. Слушайте, все вы знаете. Конечно. Враг нашей кожи номер один – это курение. Видно, Ирина наблюдала это где-то, сталкивалась с этим. Наверное, кивает. Наверное, я сама курила, небось, нет? Нет, не курила. Значит, на подругах видела. В общем, далее за курением следует инсоляция. Да, правильно сказали. Солнышко и пляж тоже. Ну, это вот такое среднее, я бы сказала. Средний фактор. Средняя причина. А далее уже гормональный стресс. Гормональный стресс преследует нас на рубеже с 40-45 лет. Иногда даже до этого. Что этому предшествует? Женщины, в частности, уже родили своих детей и больше не хотят. Начинают использовать противозачаточные средства. Которые меняют гормональный фон. Ну, естественно, метаболические нарушения из-за образа жизни происходят. Тоже обезвоживание, оно тоже ведет к гормональному стрессу. Ну, и в конце концов наступает менопауза, и вот уже не хватает эстрогенов. То есть полоса такая непрерывного гормонального стресса и перестройки. В каком порядке морщины появляются? Ну, чаще всего... Где? В первую очередь. Возле глаз. Да, возле глаз. А еще где? Гусиные лапки, да, мы их называем? На верхней губе. На верхней губе. Да, правильно. А еще чаще всего, особенно у задумчивых. На лбу. На лбу, конечно, да. И... И на носу. На носу морщинка. Да, 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 да. Тот, кто привык морщить носик, на носу морщины тоже есть. А еще на шее. На подбородке, да. Кожа теряет свою плотность и упругость. И вследствие ослабления подкожной жировой клетчатки, и вследствие перерождения, и гибели эластичности, и что происходит? Она растягивается, она опускается, меняется контур лица, резко выступают скуловые кости, отчетливо выявляются носогубные складки, у многих даже раньше, чем происходит гормональное нарушение, увеличивается объем подворотка, шеи, затылка. Но иногда это бывает и тогда, когда люди переедают. Если для них характерно ожирение, то все эти нарушения могут наступить раньше времени, раньше серебряного возраста. Ну и, наконец, третий тип морщин – гравитационные. Они как раз и возникают тогда, когда опускаются ткани лица и шеи, и их формирование ускоряется при повышенной массе мягких тканей лица и при слабости соединительно-тканного каркаса кожи. Если люди не занимаются собой, не делают массаж, не поддерживают уходовыми средствами кожи, то это как раз очень характерно для них. Ну и для тех же тучных людей самая большая проблема. Часто очень внезапное появление этих гравитационных морщин именно в молодом возрасте связано с резким снижением веса. Это бывает после родов, в результате каких-то болезней. Но это все понятные вещи. А еще ускоряют и усиливают гравитационные изменения мягких тканей объемные наполнители. Это вот современные всевозможные филеры. И те, кого эта участь постигла, потом, через какое-то время, конечно, не будут благодарны своим косметологам, склонившим их к этим омолаживающим в кавычках или на время, омолаживающим инъекциям без особых на то показаний. Потому что косметолог в первую очередь, с моей точки зрения, должен предлагать какую-то разумную альтернативу, а не сразу филеры, особенно когда приходит молодой человек или молодая женщина. Ну вот давайте посмотрим, что из себя представляет наша кожа и что с ней происходит изо дня в день. Вот я вам такую картинку приготовила. Хочу более-менее подробно вам рассказать о структуре кожи, потому что это важно для того, чтобы вы понимали, что это вообще за процесс старения и уход за кожей, где все это происходит. И вообще кожа, как верхняя одежда, можно сказать, нашего тела – очень важный орган. Наш наружный покров, который непосредственно контактирует с окружающей средой. Ну и если глаза – зеркало души, то кожа – что? О, отражение здоровья, потому что она является самым большим полифункциональным органом. Она с рождения до смерти и обновляется, и изменяется. И особенности строения, и клеточный состав, и функции кожи в разных возрастных периодах тоже разные. То есть, если так образно сказать, кожу можно сравнить с многоэтажным домом. И там на каждом этаже своя какая-то лаборатория, где что-то происходит. Ну вот вы видите, да, что три основных этажа на этой иллюстрации. Это эпидермис – зелененькая часть, дерма – красная средняя часть. Ну, они параллельно вот этому срезу идут, чтобы вы наглядно представляли, где это. И подкожная жировая клетчатка – это синий сектор. Вот давайте посмотрим, что такое структура нашей кожи. Прежде всего, внешний слой. Внешний слой защитный – это эпидермис. И не просто так, а пятислойный. Не думайте, что он такой уж тоненький. И эпидермис в первую очередь препятствует обезвоживанию организма. И когда мы используем косметику, то имейте в виду, что именно на эпидермис вся косметика и рассчитана. Потому что глубже эпидермиса ничего из внешних средств, которые попадают на кожу, исторически не работает. Глубже проникает только то, что вместе с инъекциями мы закачиваем в организм. Значит, теперь давайте посмотрим, какие есть слои у эпителия, у этого нашего пятислойного эпидермиса. Прежде всего, роговой. Роговой слой – это такие кератиносодержащие клетки. Вы об этом наверняка слышали. Он защищает более глубокие слои от пересыхания. Поэтому он такой, я бы сказала, жесткий, крепкий, плотный. Является плохим проводником тепла. Под действием солнца, тепла и трения роговой слой становится толще. Степень его защиты при этом повышается. Вы могли это наблюдать в отпуске. Когда мы загораем под солнцем, у нас кожа становится такой обветренной, плотной. А после зимы мы с тоненькой кожицей выходим в весну. И роговой слой, он слущивается в первую очередь. Если что-то с кожей происходит, то, конечно, в первую очередь с ним. Следующий слой – блестящий, называется таким интересным словом. Он обеспечивает дополнительную защиту от трения. Но есть только на подошвах и на ладонях. На лице вы этого блестящего слоя не найдете. Потому что у нас особенно подвержены соприкосновениям с внешней средой как раз пятки, подошвы, ну и ладошки. Потому что мы руками все делаем. Вот здесь и есть этот самый блестящий слой. Далее следует зернистый слой. Он чем интересен? Сюда идет выделение межклеточных жиров. Эти межклеточные жиры скрепляют клеточки рогового слоя. А еще они защищают кожу от обезвоживания. То есть дополнительно помогают роговому слою. И не дают проникать определенным веществам вглубь. То есть это тоже защита, но такая вторая линия таможни. Далее четвертый слой называется шиповатый. Вот как раз здесь запускается синтез кератина. И образуются всякие клетки со сложным названием. Например, такие есть клетки Меркеля. Они очень важны для организма. Почему? Потому что, по сути, являются нейроэндокринными. Они отвечают за сенсорику. Вот как раз чувствительность, осязание, например, нам обеспечивают именно эти клетки Меркеля. А еще есть клетки Лангерганса. Они представляют из себя такие отростки, которые пронизывают все слои эпидермиса и проникают в дерму. Ну, такие, как вертикальные столбики, как связующее звено. Именно они помогают Т-лимфоцитам, это иммунные клетки, распознать попавший в организм чужеродный агент и начать выполнять свои функции по иммунной защите организма. И не случайно в современном мире эндокринологи говорят, что кожа – это самый крупный иммунный орган. То есть так странно, да? Никто бы не сказал, что кожа осуществляет иммунитет, иммунную какую-то защиту. А вот функционально, да, именно иммунной защитой она и занимается. На уровне шиповатого слоя. Ну и, наконец, пятый слой эпидермиса – базальный. Там живут и образуются стволовые клетки межфолликулярного эпидермиса. Они разные по форме. Например, есть цилиндрические. Они образуют новый поверхностный слой. То есть когда роговой слой, зернистый слой истончаются, потому что мы же моемся, соприкасаемся с внешней среды, и эти клеточки уходят, шелушиваются. Откуда же берутся новые слои? Вот как раз оттуда, из базального слоя, они поднимаются, дифференцируются в новые слои. И таким образом кожа наша сохраняет целостность. А еще есть дендритные клетки здесь же. Они называются меланоцитами. И как раз они производят кожный пигмент меланин. И от них зависит то, какого цвета наша кожа. У кого-то темненькая, у кого-то желтенькая, у кого-то розовенькая. Вот все обеспечивает этот самый базальный слой. А еще меланоциты отвечают за защиту от ультрафиолетовых лучей. То есть, когда мы загораем, они не дают проникать ультрафиолетовым лучам глубоко под кожу. И кераноциты в процессе перемещения вверх к верхним слоям становятся более плоскими. Сначала они такие пухленькие, толстенькие, но со временем они теряют воду и превращаются в мертвые клетки. Вот такое движение у нас идет в эпидермисе. Ну и повторюсь, основная функция эпидермиса – защита от вредных внешних воздействий. А внешнее воздействие, кроме вот этих факторов, внешней среды, бывают еще и другие. Но, во-первых, нас в жизни повсеместно окружают микробы. Поэтому уровень кислотности кожи, который измеряется, PH, от 5 до 6, поскольку немногие микробы могут преодолеть этот уровень. От ультрафиолета защищает меланин. Механические и химические повреждения тоже с нами не так часто случаются благодаря эпидермису. И обратите внимание, в эпидермисе отсутствуют кровеносные сосуды. Но зато в него выходят нервные окончания. Толщина, конечно, крошечная. В среднем какая-то одна десятая миллиметра. То есть мы можем сравнить, допустим, с толщиной листа бумаги. Это в целом по поверхности тела. Но на ладонях рук и подошвах ног, там, где есть блестящий слой, конечно, утолщается эпидермис до 5 миллиметров. То есть почти полсантиметра. А у некоторых людей даже нарастает. То есть вы знаете, да, всякие проблемы бывают, когда нарастает эпидермис. И многие ходят в педикюрный кабинет для того, чтобы избавиться от этих лишних наружных слоев. Потому что это твердые мертвые клетки. Такой кератин, который уже отжил, выполнил свою функцию. И поэтому правильно от них избавляться. Вот пемза у многих у нас живет. И периодически мы можем удивляться, что вообще было. Мы же босиком нигде не ходим. Ничего такого с ногами не делаем. А периодически пяточки приходится оттирать. Вот именно потому, что отмирает кератин. Вот эти белковые клетки. Самый верхний слой кожи полностью обновляется примерно за 4 недели. Вот имейте это в виду. Месяц примерно. Это достаточное время для того, чтобы полностью сменилась наша верхняя одежка. Но, конечно, если затрагиваются какие-то нижележащие ткани. Там мало ли травма, ожог, еще что-то происходит. То тогда, конечно, воздействие затрагивает и нижележащие ткани. А что же там снизу? Что у нас под эпидермисом? Кто знает? Смотрите на картинку. Кто скажет, что под эпидермисом? На картинке все нарисовано. Так, все молчат. Все заснули. Друзья мои, это дерма. Дерма – это слой кожи под эпидермисом. И она, посмотрите на толщину, обратите внимание, значительно толще и прочнее. И по мере того, как от эпидермиса к дерме переходят слои, появляются всякие интересные вещи. Мы о них тоже знаем. Это волосяные фолликулы. Это сальные и потовые железы. И вот именно в дерме есть такой дермоэпидермальный слой, который является очень важной опорой для клеток, желез и фолликул, потому что регулирует поступление туда питательных веществ из сосудов с одной стороны. А с другой стороны, после окончания метаболизма, надо удалить из них продукты вот этого клеточного метаболизма. И дерма состоит из двух слоев. На одну треть – это сосочки, так называемый папиллярный слой. Потом дальше – сеточка, ретикулярный слой. И вот это – то место, где живут наши соединительные ткани. Именно там коллаген. И коллаген, как мы знаем, это фактически якорь, такой кожный якорь кожной стабильности, потому что он как раз определяет структуру кожи. И он укрепляет связи эпидермиса и вот эту подлежащую папиллярную дерму и обеспечивает плотное прилегание к ней, потому что иначе там отслаивалась бы кожа. А нет, все это вместе. Ну и там же находится эластин. Кстати, коллагена есть несколько типов. Вот так называемый четвертый, седьмой и третий тип – это коллаген, который живет в дерме. И где-то поглубже в дерме уже появляются капилляры и мелкие кровеносные сосуды, которые питают эпидермис. Там же лимфатические сосуды, потому что они отводящую роль играют в результате метаболизма. Там же потовые железы, нервные рецепторы давления, осезания, боли и температуры тела. Вот сколько всего хранит в себе дерма. Ну и, конечно, она является каркасом. Это такой каркас вне-клеточного матрикса, где находится очень много разного рода клеток. И эндотелиальных, и глоткомышечных, всяких фибробластов, иммунных. И все они являются в каком-то роде ключевым звеном биологии кожи. Вот, например, фибробласты, они продуцируют все компоненты внеклеточного матрикса и отвечают за поддержание прочности, потому что кожа, она же у нас прочная, очень эластичная, гибкая. Вот как раз фибробласты соединительной ткани за это и отвечают. Во внутри, то есть в неклеточном матриксе есть три типа клеток. Коллаген, как волокнообразующие белки. Там разные названия, может быть, вы что-то слышали. Фибринектины, фибрины, эластины, фибриллины и так далее. Потом есть еще специализированные белки, которые как среднее звено живут между фибробластами и клетками этого матрикса и обеспечивают передачу сигналов всяких разных. То есть они у нас как логисты поддерживают сигнальные пути. И здесь же у нас факторы роста, цитокины, химокины. У них задача главная – взаимодействие между клетками, потому что биохимия клеток – это очень серьезная работа. Поэтому там большое разнообразие всевозможных реакций и клеток. И еще есть такие глика, заминогликаны, протеогликаны. Сложные названия, но как раз они обеспечивают гидротацию кожных тканей и поддерживают вот эту вот PH, о которой я говорила. В них же гиалуроновая кислота, о которой мы знаем, и много разных других клеток. Я упомянула о коллагене, рассказала вам, какого типа коллаген встречается в коже, вот в этих дермальных слоях. Но вообще выявлено, может быть, вы не знаете, 11 типов коллагена. И они представляют из себя очень разные клеточки. В основном это трехспиральные домены. Но об этом чуть позже. А вообще надо сказать, что в отличие от внутриклеточных белков, период полураспада, которых составляют часы и даже больше, дни, многие белки вот этого вне клеточного матрикса имеют период полураспада, который измеряется годами. А у коллагена первого типа период полураспада вообще 15 лет. И возраст компонентов эластических волокон достаточно большой. Он эквивалентен возрасту человека. То есть, представляете, мы с этими волокнами рождаемся, они вырастают к какому-то периоду. И все. И они с нами всегда, ничего не меняется. Но ввиду того, что у каждого типа волокон разные свойства, то примерно с 20 лет толщина дермы начинает уменьшаться, к сожалению. Потихонечку. Сначала на 1%. Потом чуть побольше и естественного восстановления не происходит. То есть, вот дерма образовалась, а потом она становится все тоньше и тоньше и тоньше. и ретикулярный слой дермы плавно переходит в гиподерму. Уже ниже, ближе к подкожной жировой клетчатке. Это гиподерма. Подкожная жировая клетчатка, она же в основном состоит из жировой ткани. И она разделена на отдельные жировые дольки. Она представляет из себя такую белую жировую ткань с прослоечками соединительной. Подкожный жир служит отличной защитой. От чего? От холода, во-первых. А во-вторых, это резервуар для накопления энергии. Нам же нужна энергия, да? И здесь же находятся крупные кровеносные сосуды. Если в дерме они маленькие, мелкие капиллярчики, то в гиподерме уже крупные кровеносные сосуды и даже достаточно толстые нервные стволы. И здесь как раз сидят и укреплены волосяные фолликулы. А еще потовые железы. Единственное место, где у нас нет сальных желез, это стопы и ладони. Везде, в остальных местах есть. Кстати, потовые железы бывают двух типов. Подмышками, они называются апокринные, и расположенные везде. В том числе на ладонях, стопах, лбу, груди, животе. Вот иногда, когда человек потеет, у него мокрая рука, да, это происходит благодаря вот этим экринным потовым железам. С годами кожа становится толще, но самые критические изменения, как мы выяснили, происходят в дерме. И, соответственно, эффективность работы гиподермы, то есть сальных желез, тоже снижается. И вот все это вместе от рогового слоя до гиподермы становится суше, потому что воды становится все меньше, и поэтому внешнего ухода недостаточно. И как вы думаете, что требуется для того, чтобы пополнять микронутриенты для полноценного питания в коже? если обезвоживается организм? Кто-нибудь знает, какие есть предположения? Все старательны. Пить много воды. Да, правильно, пить много воды. А кроме воды, потому что питательные вещества где у нас? Ну, надо крем подобрать увлажняющий, уход увлажняющий. Ага, а мы говорили о том, что крем у нас только в верхнем слое, в эпидермисе, а ниже никак, ни в дерме, ни в гиподерме, тем более, уже никакой крем не работает. Сыворотка. Сыворотка вроде как глубже работает. Питание. Питание, овощи. Да, вот правильно. Питание, овощи, микронутриенты, макроэлементы и микроэлементы, аминокислоты, все это очень и очень нужно. Поэтому, конечно же, питание определяет состояние кожи с возрастом. Чем старше мы становимся, тем весомее отражается на здоровье кожи наше питание. Вот давайте подытожим, посмотрим, какие же у нас функции кожи. В первую очередь защитная, да, и в связи с этим излишне частое мытье может привести к ослаблению защитной кожи, потому что PH меняется. Вот, кстати, во время пандемии очень многие пользуются хозяйственным мылом щелочным, но это еще полбеды, а вот антибактериальное мыло, которого много разных типов было, оно просто убивает кожу, потому что оно лишает защиты. Микроорганизмы все совершенно исчезают с поверхности кожи, и она быстрее сохнет, быстрее истончается, питательные вещества тоже никакие туда не доходят, в общем, кожа очень быстро стареет. Так, кроме защитной еще есть терморегулирующая функция, да, потому что кожа как раз удерживает тепло. мы говорили о том, что самый верхний слой, он плохо пропускает тепло, именно поэтому у нашего организма постоянная температура, потому что кожа не отдает ее. Единственное исключение, когда мы купаемся или плаваем, это из-за испарения просто происходит такая временная терморегуляция, которая снижает поверхность температуры тела, но терморегулирующая в общем плане, в энергетическом функции, она постоянно. Еще очень важна выделительная функция, потому что токсины, которые выходят из организма, а их у нас очень много, они в том числе выделяются через кожу, но смотрите, в каком случае это происходит, тогда, когда кожа чистая, когда поры открыты, когда есть вот эти вот окошки и ворота, через которые токсины могут выходить наружу. Именно поэтому санитарно-гигиенические мероприятия и души, и ванны, и утром, и вечером, и в жаркую погоду, вообще, когда хочется, они очень важны. и необязательно с моющими средствами. Моющие средства, которые часто используются, вредят коже. Достаточно просто встать под душ, и уже хорошо, уже кожа освободится от внешних каких-то загрязнителей, которые связаны с пылью, с внешней средой, и сможет выделить токсины, которые уже подошли к верхним слоям эпидермиса. Еще функция кожи очень для нас важная как органа чувств, потому что любая боль, любое прикосновение, любое давление и вибрация, и тепло, и холод, и степень плотности, и твердости поверхности, и консистенция поверхности, все это мы определяем органами чувств через кожу. А еще есть секреторные функции, о которых мы много говорили. Почему? Потому что, например, химический состав пота меняется в зависимости от общего состояния человека, потому что если мы больны, то больше пота выделяется, поскольку в организме больше токсинов. И с обменом веществ в составе пота обнаруживаются те вещества, которые обычно в здоровом состоянии не присутствуют. Например, сахар у больных диабетом. Вот вам очень живой пример. А еще кожа впитывает жирорастворимые вещества и происходят всякие обменные процессы, естественно, с участием и воды, и жиров, и белков, и углеводов, и гормонов, и ферментов, и витаминов, и микроэлементов. И именно на этом основаны какие-то простейшие приборы для экспресс-анализов, которые делаются по коже. Но это все первичные сигналы. Они, конечно, не столь глубоки в диагностическом плане, но во всяком случае направление поиска вы можете получить, если у кого-то такие приборчики есть. Еще у кожи есть функция экскреторная. Она помогает вывести из организма всякие токсичные вещества и тяжелые металлы, такие элементы, как мышьяк, йод, бром, хинин. Пот и кожное сало смешиваются. Они образуют такую тоненькую эмульсию водно-жировую на эпидермисе. И она как раз защищает кожу в нормальном состоянии. Вот этот кожный покров сохраняется благодаря этой водно-жировой эмульсии на поверхности. А работа потовых и сальных желез она регулируется чем? Нервной системой с одной стороны, половыми гормонами с другой стороны, корой надпочечников с третьей стороны, ну и вилочковой железой, которая со временем во взрослом состоянии рассасывается. Вот это все как раз параметры работы эндокринной системы. Таким образом, кожа связана с эндокринной системой и через другие органы, конечно, тоже. Но еще у кожи есть очень важная дыхательная функция. Правда, через поры кожи по сравнению с легкими проходит всего там какая-то одна сто семьдесятая, одна сто восемьдесятая доля кислорода и выделяется одна девяностая, одна сотая углекислого газа, но зато через кожу в течение суток выделяется до 800 грамм водяного пара. Это, конечно, зависит от того, какая у нас масса тела и, соответственно, сколько кожи там от роста, от веса и так далее. Но именно водяного пара через кожу выходит в два-три раза больше, чем через легкие. И еще функция кожи биохимическая, потому что она вырабатывает витамин D на солнце, меланин защитный и кератин поверхностной клеточки тоже защитного толка. Ну вот зачем я все это рассказываю? Мне очень хочется, чтобы вы понимали, что кожа это самый большой, самый активный эндокринный орган человека. И в ней есть эндотелиальные клеточки, которые непосредственно контактируют с кровью. И кожа является таким полупроницаемым барьером между тканями, между внутренними органами, кровью и внешней средой. эндотелиоциты передают в кровяное русло разнообразные регуляторные вещества. И эндотелиальные клетки первыми вовлекаются в различные патологические процессы, если мы что-то воспринимаем из внешней среды. и они очень реагируют на артериальное давление, на множество причин, которые меняют это артериальное давление и доводят до информации до других внутренних тканей и до вегетативной нервной системы. Вот как важно. Ну а то, что помимо мимических возрастных морщинок и всяких складок растяжек на лице и теле появляются разные пятна, высыпания, бляшки, родинки, бывают расширенные поры, выступают сосудистые сетки и так далее. Это все признаки нездоровья, которые кожа очень хорошо нам демонстрирует. Поэтому с помощью кожи можно проводить определенного рода диагностику. что касается физических параметров, то хочу сказать, что у взрослых площадь поверхности тела примерно полтора-два квадратных метра. И если ее, ну допустим, снять с тела и взвесить, то вес иногда доходит до 10 килограмм. Вот сколько кожи мы на себе носим. Ну конечно это зависит от телосложения, но в целом это где-то 16-17-18 процентов от общей массы тела. И это на биоимпедансе очень хорошо становится ясно и видно, когда мы проходим такого рода исследования. Если есть какие-то отклонения, то это говорит тоже о каких-то нездоровых процессах в организме. Ну естественно там же можно выяснить сколько воды в теле, потому что наш организм состоит процентов на 70-75, а то и 80 из воды. И биоимпеданс показывает состав белков кожи, соответственно сколько коллагена в ней, а коллагена должно быть процентов 70. Когда становится меньше, это тоже такой сигнал к непорядочку. То есть вы видите, что кожа это фактически такой орган, который показывает вам каково ваше самочувствие и дает вам какой-то диапазон движений. Вы можете безболезненно передвигаться благодаря коже, благодаря тому, что она такая динамичная, растягивающаяся. И во многом это зависит от ее состава. От коллагена, о котором мы начали сегодня говорить, и других клеток. Но я думаю, что мы продолжим в следующий раз, потому что такого рода вебинары, они очень информативны, и устаете просто, нужно переварить все это. у нас уже практически заканчивается время, поэтому я думаю, что на сегодня это все. Я вас призываю к чему. Вы, пожалуйста, подумайте, какие вопросы в связи с кожей вас интересуют, напишите в чате, и на следующем вебинаре я вам на эти вопросы отвечу. Думаю, что следующий вебинар у нас будет дней через 10, через 2 недели, поэтому следите, пожалуйста, за информацией, мы с вами встретимся и продолжим эту очень важную, интересную тему, и я вам дам точнее в следующий раз важные советы, которые вам пригодятся в вашей повседневной жизни. А еще хочу попросить в чате нашего клуба Теломираза поменьше всяких восклицаний, лайков и прочего, а побольше обсуждений. Если есть какие-то вопросы, задавайте, если есть какие-то соображения, делитесь ими, чтобы это был такой деловой рабочий чат, а не просто эмоциональный, как многие другие социальные сети. Сейчас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Вижу, что нет. Отлично. Или кто-то хочет спросить что-то? Тишина. Спасибо большое. Замечательно. Спасибо и вам, что были сегодня с нами. Спасибо. Всего вам самого доброго и до следующих встреч. Спасибо большое. Будем ждать. До свидания. До свидания. Спасибо, знаю. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всех вам благ. Всех благ. до свидания. Все.